Члены регионального народного штаба за строительство атомной электростанции встретились с сотрудниками североказахстанского областного филиала АО «Каспочта». По-прежнему самые актуальные вопросы по этой теме – безопасность населения и влияние на окружающую среду. Поясняем, что на сегодня атомная электростанция – это не те атомные электростанции, которые были 70 лет назад, которые имели за собой какие-то чреватые ситуации. Надо сказать, что все-таки за это время Казахстан, получая свою независимость, очень много сделал именно в мире современной технологии. На сегодня надо сказать, что все, что касается электроэнергии – это наша мобильная связь, это наш интернет, это, в конце концов, освещение на наших улицах города – это все, конечно, электроэнергия. Астрофизик Андрей Солодовник, как и другие специалисты, утверждает, что атомная энергетика наиболее чистая из всех имеющихся. Он рассказал, что другие виды энергии, такие как солнечная и ветровая, непостоянны, а особенно в северных регионах Казахстана. Атомная же энергетика будет доступна в любое время, независимо от погоды. Я сторонник того, чтобы наше государство развивалось, энергетическая мощь государства, промышленность, благосостояние людей напрямую зависит от того, насколько успешно будет реализован этот, по сути дела, прорывной проект, когда наша страна войдет в разряд стран, имеющих свою атомную энергетику, в разряд передовых государств мира. Уже в это воскресенье состоится референдум, где каждый гражданин республики сможет прийти и отдать свой голос. Валерия Сиваш, Александр Янцен, МТРК